Мне в жизни всегда не хватало радости. И поэтому каждый раз, когда я встречал очередного гуру и духовного учителя, слегка освоившись, я немедленно начинал приставать с моим любимым вопросом – как научиться радоваться жизни. Гуру обычно отделывались от меня советом искать радость внутри. Я искал, честно. Но сколько я ни копался в себе, внутри радости я не находил. Знаете, так продолжалось, пока я однажды не задался простым вопросом – а откуда вообще берется радость в жизни? Ну, серьезно, откуда? Одиноко пришли друзья – это радость. Не было денег – появились – большая радость. Проголодался вкусная еда – еще какая радость. Знаете, обычно мы воспринимаем проблемы и трудности как противоположность радости. У меня проблемы, говорим, и грустно вздыхаем. Но ведь в реальности все обстоит не так. Как ни странно это звучит, радость в жизни и происходит из проблем, трудностей и сложностей. Любая проблема – это уникальная возможность радость испытать. Все, что для этого нужно, это эту проблему решить. Возьмите любую проблему, которая есть в вашей жизни, и отнеситесь к ней как к головоломке, которую нужно разрешить, используя только подручные и доступные вам средства. Удалось решить – испытайте радость. Конечно, спору нет. Бывают проблемы неразрешимые. Но и вполне разрешимых проблем вокруг более чем достаточно для того, чтобы полностью обеспечить радостью даже самого требовательного потребителя. Нет никакого смысла искать радость внутри. Потому что сама собой радость не появляется. Так же, как еда сама собой не возникает на кухонной полке. Чтобы в жизни была радость, радость нужно промышлять. Так, как раньше промышляли золото или пушнину. Промысел радости – занятие, требующее умения, настойчивости и удачи. Чтобы радость добыть, нужно сперва выбрать хорошую, откормленную проблему. Чем крупнее попадется проблема, тем сложнее ее решить. Но зато и тем больше радости из нее можно добыть. Качественная, упитанная проблема может обеспечить вас радостью на 2-3 недели. Но и мелкими проблемками не стоит пренебрегать. Разрешил одну или две – и вот уже радости на полдня. Можно поделиться с друзьями и родственниками. Но самое замечательное в том, что промысел радости очень сильно облегчается вот каким обстоятельством. Для того, чтобы добыть радость, совершенно необязательно решать свою собственную проблему. Чужая проблема, даже принадлежащая совершенно незнакомым вам людям, если вы ее разрешите, принесет вам не меньше радости, чем ваша собственная. Знаете, все хорошее в жизни появляется из плохого. Потому что больше хорошему просто неоткуда взяться. Все мы и каждый из нас – часть глобального производственного процесса. По переработке плохого в хорошее, неудобного в удобное, некрасивого в прекрасное. Это ручной, неавтоматизированный процесс. И поэтому каждый из нас отвечает в нем за себя, за свою личную делянку. Сколько хорошего вам удалось добыть из плохого за вчерашний день? За прошлую неделю? За прошлый месяц? Для себя, для других, для знакомых или совершенно незнакомых вам людей? Вот сколько удалось, столько и будет в вашей жизни радости. Ну или в качестве альтернативы можно, конечно, поискать радость внутри. Но там я уже смотрел. Хорошей вам недели, друзья. Это был Яковлев по понедельникам. До понедельника. Продолжение следует...